Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Какие территории будут благоустроены в Куйбышевском районе в 2023 году? Что нужно сделать, чтобы ваш двор включили в программу «Твой конструктор двора»? Как выстроена работа с семьей военнослужащих, участвующих в СВО? В нашей студии Алексей Коробков, глава администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара. Алексей Александрович, добрый вечер. Спасибо, что пришли в нашу студию. Добрый вечер. И в начале программы я предлагаю, знаете, вот, ну, закончился год, начался новый, подводить некоторые итоги прошедшего 2022 года. Как идет работа на территории района по федеральному проекту формирования комфортной городской среды? Программам «Твой конструктор двора» и губернаторского проекта «Содействуй». Потому что, вот, на мой взгляд, это те проекты, которые позволяют максимально эффективно благоустроивать территорию. Вот что было сделано за прошедший год? В 2022 году по всем перечисленным вами программам мы вели работу. Более того, еще в рамках ремонта внутриквартальных проездов. Это отдельная тема, когда мы асфальтовое покрытие во дворах приводим в порядок. Если говорить в общем, да, по всем этим программам, то за 2022 год у нас было благоустроено примерно 20 адресов, то есть примерно 20 дворов. По федеральному проекту «Комфортная городская среда» мы привели в порядок 4 адреса. Вот, львиная доля как раз это пришлось на ремонт внутриквартальных проездов. То есть мы ремонтировали проезды вдоль домов, мы ремонтировали внутриквартальные проезды, мы приводили в порядок тротуары, где это особенно было необходимо. Причем политика, ну это, скажем так, общегородская политика с точки зрения благоустройства, и мы в районе ее всячески поддерживаем. Два основных принципа. Первый, это особенно с учетом, скажем так, территориальной особенности нашего района, то, что он состоит, да, децентрализован, состоит из отдельных поселков. Мы стараемся охватить максимальное количество всех, даже отдаленных поселков, чтобы не было такого, что все было сконцентрировано где-то в центральной части. То есть так или иначе, вот этими всеми программами у нас оказались охвачены практически все территории нашего района. И второй принцип, это комплексность. Мы стараемся здесь синхронизировать работу с нашими коллегами из города. Вот если, допустим, ведется ремонт уличной дорожной сети, мы стараемся в первую очередь в этом году делать те внутриквартальные проезды, которые выходят как раз на эту уличную дорожную сеть, которую делают городские службы. Ну правильно, чтобы просто их сконнектить, и чтобы дорога была уже хорошая. Из двора ты выехала, и там тоже была хорошая двора. Да, ну это вообще же достаточно такая распространенная история, когда жители зачастую обоснованно говорят о том, что вот здесь вот асфальт положили, а что дальше не могли. Ну понятно, что с точки зрения жителя и не надо, наверное, знать, что зона ответственности, допустим, одной службы здесь заканчивается, начинается зона ответственности другой службы. И вот эта яма, она уже в зоне ответственности другой службы. Да, совершенно верно. Ну, собственно, здесь как раз работа власти местной синхронизировать и всячески координировать межведомственно вот такие вот ситуации, чтобы все было в комплексе. Чтобы все было логично, как я всегда говорю. А, кстати, это очень сложно, на самом деле, вот это синхронизировать. Мне просто вот интересно. Я могу сказать, что это точно непросто, потому что в некоторых вопросах приходится синхронизировать работу трех-четырех различных структур, причем не все они, скажем так, муниципальные, то есть есть частные организации, особенно во взаимосвязи с ресурсниками иногда приходится работать. Ну, яркий пример, да, то есть мы меняем асфальтовое покрытие какого-то внутриквартального проезда, мы его поменяли, а через некоторое время под этим проездом рванула какая-то труба с холодной водой, например, да, и вот люди тоже часто возмущаются, как так, вот недавно дорогу сделали, а теперь вот приехали, все раскопали, да. И поэтому во избежание таких как раз ситуаций, конечно, ну уже достаточно долгое время в нашем городе и в районе, в частности, Куйбышевском, мы максимально стараемся с ресурсниками также договариваться, взаимодействовать в этой части, то есть если есть где-то план у ресурсников поменять какой-то участок теплотрассы или водовода, то мы свой график работ составляем таким образом, чтобы сначала они произвели свою работу, а уже потом мы сверху зашли, сделали асфальт. Конечно, конечно, с учетом там всяких форс-мажорных обстоятельств, с учетом того, что я говорю, иногда задействовано большее количество структур, иногда, не всегда же, да, там, плановые перекладки происходят, иногда действительно ситуации какие-то аварийные происходят. Это, конечно, к сожалению, не 100% случаев получается так идеально сработать, но мы во всяком случае стремимся к этому. Ну и самый главный здесь, наверное, момент, это вот и самое главное сложное дело в том, что это разные же бюджеты еще, ведь кто-то планирует работы, условно говоря, на начало мая, а кто-то планирует это сделать в лучшем случае в середине июля. Совершенно верно. Это вопрос очень сложный, но самое главное, что на самом деле вот, ну, этим нельзя не заниматься, вот этим нельзя не заниматься, потому что тогда и возникает вот это ощущение как бы законченности работы. Во-первых, это логично, да, то есть это просто целесообразно, экономически целесообразно, а во-вторых, естественно, крайне важно, чтобы не было, вот я сказал, обоснованного раздражения людей. Естественно, когда люди видят такую несогласованность, они предъявляют власти претензии. И вот, собственно, как раз наша работа заключается в том, чтобы таких случаев было как можно меньше, в идеале, не было вообще. Вот такой рассинхронизации работы различных служб. Вы сказали, что асфальтовые покрытия тоже меняли где, поменяли на каких территориях? Ну, вот конкретно по внутриквартальным проездам за 2022 год было в общей сложности закрыто 11 адресов на общую сумму 35 миллионов рублей. Как я сказал, мы старались этими работами накрыть всю территорию района, чтобы не было такого, что у нас в центральной части проезда сделали во дворах, а где-то, допустим, там на 113 километре нет. У нас более-менее равномерно эти адреса были распределены. Но я просто укрупненно скажу, конечно, это и на 116 километре. Занимались мы дворами на Новокомсомольской, это район Старого Волгаря, на Сухой Самарке. То есть, в принципе, в прошлом году у нас были работы в рубежке. То есть, скажем так, практически везде что-то мы сделали. Более того, у нас есть программа ремонта внутриквартальных проездов, когда мы достаточно так основательно меняем покрытие. А есть еще отдельно, когда мы занимаемся так называемым ямочным ремонтом. Тоже в прошлом году мы проводили. Там, скажем так, не такая значительная сумма была, порядка 7 миллионов рублей у нас было запланировано на это. Мы сумели закрыть тоже несколько адресов, таких горящих, да, то есть там картами поменяли. И, в общем-то, ну, люди действительно нам благодарны, потому что, по крайней мере, может быть, комплексно не получилось, да, там, с бортом и так далее. Но ушли от ям, и просто люди, там, появилась возможность нормально проехать вдоль дома, нормально припарковаться. Это тоже, ну, достаточно значительно. Я еще не сказал отдельно вот про губернаторский проект содействия, который также мы успешно реализуем на территории района уже, ну, много лет. Каждый год мы стараемся, каждый год мы участвуем в этом проекте однозначно, ну, и стараемся, чтобы, скажем так, наши заявки побеждали, потому что это все-таки конкурс. Вот, наверное, подробней о 23-м году. Вот как раз это я хотел задать вопрос, вот, смотрите, ведь в рамках этого проекта на 23-й год у вас победителем стал проект «Здоровое поколение». Имеется в виду обустройство спортивной игровой площадки по адресу улицы Егорово в границах домов 10, 12, 20. Вот что там будет сделано? Я почему вот заинтересовался особенно, я вообще сторонник того, когда у нас в городе появляется больше спортивных площадок. Потому что, ну, это как бы вообще в целом меняет облик города, и это меняет, ну, на мой взгляд, и культуру жителей. Вот что там будет, расскажите. Ну, во-первых, Егоровские дома – это достаточно большой жилой массив на территории нашего района. Там проживает более 10 тысяч людей, то есть достаточно такой крупный микрорайон. И при этом он исторически, ну, по объективным причинам был достаточно обделен вот именно спортивной инфраструктурой, вообще социальной инфраструктурой. То есть таких площадок там было крайне немного. Этот микрорайон достаточно молодой, он застраивался в середине 90-х. Львиная доля населения там военная, собственно говоря, военные строили этот городок. Вот. И понятно, что тогда решались в первую очередь совершенно другие задачи – обеспечение людей жильем. И поэтому, как бы, социальная инфраструктура, она, ну, скажем так, не в достаточной степени там была развита. Вот последние годы мы как раз закрываем вот эти вот, что называется, пробелы. С 2021 года мы вот этот вот адрес, который вы сейчас назвали, Егорово, 12-20, то есть вот на территории двора, к которому прилегают эти дома, мы в рамках нашего районного бюджета там сделали в 2021 году, я напомню, спортивную площадку, классическую такую мини-футбольную. И для баскетбола тоже там установлены щиты. И дело в том, что там площадка позволяет, осталась территория, не занятая. И совершенно логичным образом напрашивалось продолжение этого проекта. Развитие, да, дальнейшее. Причем, с учетом того, если у нас есть площадка для игровых видов спорта, собственно, мы подумали вместе с жителями, ну, собственно, жители предложили, да, кому еще лучше знать, что там нужно непосредственно на территории делать, что для разных возрастных групп. Тоже продолжение и спортивное, продолжение и игровое для детей со всех маленьких. Итак, родился проект сначала на бумаге «Здоровое поколение». Мы вместе с жителями составили конкурсную заявку, поучаствовали в конкурсе содействия, в проекта содействия губернаторского. И вот недавно как раз были определены победители, и мы стали одними из победителей. То есть в этом году там будет сделана, во-первых, площадка с турниками и тренажерами. Ну, это, скажем так, для более старших людей. И будет в продолжение сделана детская площадка с игровыми комплексами, с качелями. То есть это уже, ну, детский возраст, школьники. Таким образом, вот в комплексе с ранее уже введенной игровой площадкой для футбола, мини-футбола и баскетбола, у нас получится целый такой спортивно-досуговый комплекс для детей, для молодежи, ну и, в принципе, для старшего поколения, потому что, в принципе, та же самая игровая площадка, она там, что называется, возрастных ограничений нет. И мы уже видим, да, два года она работает, она востребована, она действительно пользуется спросом, и там ребята, ну, практически круглогодично, когда погоду позволяет, гоняют мяч. Да, на самом деле, я заметил, все такие площадки, они все не простаивают. Это как бы вот востребованность всех велика, то есть вот как только она появляется, ну, достаточно вечером прийти, ты увидишь, что там людей много. То есть желание у людей есть. Мы тоже это везде видим совершенно. Именно по этой причине мы и продолжаем развивать эту тему, и благо такое количество программ и региональных, и федеральных позволяет нам, вот действительно, собственно, закрывать те пробелы, как я сказал, которые вот в ранние годы были, ну, по объективным причинам. Сейчас мы, что называется, нагоняем это, и я надеюсь, что мы сможем насытить вот недостаток социальной и спортивной, прежде всего, инфраструктуры, ну, в обозримом будущем, там, в течение пяти лет, при сохранении тех темпов, которые вот сейчас есть у нас. Вот если говорить о темпах, а в каких еще конкурсах вы будете участвовать, чтобы получать финансирование для благоустройства района? Потому что, на самом деле, это очень, как бы, здорово, очень выгодно, вот, получить финансирование оттуда, отсюда, отсюда, и вот на эти деньги, соответственно, приводить районы в порядок. В 23-м году все те проекты, которые реализовывались у нас в городе вообще, да, в регионе в 22-м и ранее, они все сохранены. То есть наша позиция по максимуму участвовать везде, проявлять активность, потому что, ну, вообще, особенность большинства из этих проектов, и комфортная городская среда, и губернаторский проект содействия, и инициативное бюджетирование, это то, что вот мы на районном уровне реализуем, эти проекты, в принципе, нацелены прежде всего на инициативных, активных людей. То есть люди должны, во-первых, сорганизоваться, составить, ну, скажем так, понять, что они хотят, как я сказал, да, то есть там какой-то, ну, не проект, хотя бы эскиз, там, площадки или там двора, как они хотят это видеть. То есть пройти некий путь, ну, проявить проактивную позицию и оформить эту заявку. Дальше уже инициатива от нас, и я прекрасно понимаю, вот я и мои коллеги в других районах, то есть кто себя наиболее активно поведет, да, то есть кто там, условно, раньше эти заявки отправит, у того больше шансов в конечном счете в этих проектах там получить финансирование. Поэтому мы будем в этом году, и у нас уже заключен муниципальный контракт, продолжать, работая в рамках комфортной городской среды. Мы, как я уже сказал, вот в домах на Егорово уже совершенно точно в этом году будем продолжать в рамках содействия эту площадку Егорово-12-20. В рамках инициативного бюджетирования, это районный бюджет уже, мы сейчас, скажем так, так, есть несколько, да, у нас заявок, но вот, скорее всего, просто сейчас пока адрес не хочу называть, потому что, ну, еще до конца не определено, но есть понимание, что, наверное, будем мы игровую площадку тоже делать для игровых видов спорта, командных видов спорта, также мини-футбол, баскетбол, еще на одной территории, которая, ну, скажем так, у нас в достаточной степени сейчас спортивным досугом обделена. Еще раз пока не буду говорить, потому что там не все точно, конкретно, но я думаю, мы в любом случае решим вопрос. Ну и по ремонту внутриквартальных проездов в этом году у нас 10 адресов уже запланировано. Это продолжение тех работ, которые, вернее, все работы, которые были запланированы в 22-м, мы их довели до ума, но я имею в виду, там есть соседние у нас дворы, условно, которые тоже там посмотрели, а почему соседи делаются, а у нас это, да. То есть вот мы будем действительно логично продолжать эти адреса. В общем, планов у нас достаточно много. Кстати, я хочу еще отдельно отметить, что федеральный проект «Комфортная городская среда» позволяет не только ремонтировать дворы, да, мы же еще вместе с городом, ну, город тут как бы флагман, приводим в порядок общественные места на территории города. Вот так в 23-м году у нас в районе будет продолжен проект «Ерик Парк» в Волгаре, это набережная вдоль Ерика, она получит свое продолжение. Уже два года, да, как вот этот проект существует, первая очередь была реализована, и мы видим, ну, каким действительно центром притяжения не только для Волгаря, и не только даже для жителей Куйбышевского района, в принципе, для жителей нашего города стало это место. Там просто фантастически красивый, естественный природный ландшафт, там водоем, где утки, бобры обитают, и, то есть, это говорит о том, что действительно там среда такая хорошая. И теперь появилась еще классная набережная с велодорожкой, ну, и вся сопутствующая инфраструктура. То есть, летом, если вы там вечером пройдетесь, даже в будний день вы увидите, насколько это действительно людьми востребовано. И вот по комфортной городской среде каждый год, каждый год в Куйбышевском районе вводится какая-то общественная территория. Вот, в частности, в 22-м году мы получили, ну, по сути, в подарок обновленный сквер Куйбышева. Это, ну, центр, по сути, Куйбышевского района, да, на 116-м километре, кольцо Бакинской фасадной Пугачевского тракта, то есть, место такое достаточно символическое для Куйбышевского района. Собственно, Куйбышевский район и получил свое название, да, там, в честь Куйбышева, и сквер назван в честь него. Поэтому это такое достаточно, ну, центр, что называется, наше. Сейчас, ну, любо-дорого посмотреть по сравнению с тем, как он выглядел вот до этих работ. Алексей Александрович, я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет, затем продолжим нашу беседу, поговорим о том, что происходит в районе зимы. Надежность, качество услуг и комфортные условия для жителей Куйбышевского района Самары. Новая котельная обеспечит теплом более 36 тысяч человек и бесперебойную работу предприятий. Реализация проекта стала возможна благодаря переходу города на новую модель ценообразования по методу Альткотельная. Мощность объекта составит 120 мегаватт, что позволит отапливать более 300 домов. Данный новый теплоисточник, 120 мегаваттный, мы строим взамен устаревшей котельной, практически со стопроцентным износом, которая была построена в 1957 году, обеспечила больше 36 тысяч человек теплом, горячей водой, больше 20 объектов, из которых 35 социальных объектов. Это важно для большей части жителей Куйбышевского района. В настоящее время завершена установка всех железобетонных свай и монтаж колонн здания. Организованы работы по обвязке каркасов двух котлов. При строительстве используется самое современное оборудование российского производства. Котельная будет полностью автоматизирована. Для ее обслуживания потребуется минимальное количество персонала. И, конечно, люди почувствуют, во-первых, и качество отопления, и сроки подключения к отоплению. И убеждена, что то, что мы сейчас сделаем, и такой стратегический запас для Куйбышевского района крайне важный и крайне необходимый. Модернизация системы теплоснабжения в Куйбышевском районе стала возможна благодаря тесному сотрудничеству области, города и ресурсоснабжающей организации, ответственной за строительство и запуск новой котельной. Она, в принципе, закроет все запросы по теплу, выровняется гидравлический режим. И, собственно, еще и здесь планируем построить ее для очистки воды, имея в виду там ее не очень, наверное, качество, тем, чтобы уже и сеть не страдала, и котлы не страдали. Строительство объекта будут вести в ускоренном режиме. Если все пойдет по плану, то уже в конце февраля, начале марта будущего года котельную сдадут в эксплуатацию. – Алексей Александрович, вот мы видели строительство важнейшего, наверное, объекта для района – котельной. Но этот объект, я так понимаю, начнет полноценно работать в следующем отопительном сезоне. Как отопительный сезон проходит в районе в этом году? – Ну, я, во-первых, поддержу слова Елены Владимировны, которые прозвучали в сюжете министра энергетики ЖКХ Самарской области, о том, что это даже не просто модернизация системы теплоснабжения Куйбышевского района. Это настолько вообще историческое событие, которое район ждал, ну, по меньшей мере, 50 лет. Действительно, основные теплоисточники, которые, ну, до сих пор питают район, это ведомственная котельная Куйбышевского нефтеперерабатывающего района, Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, да, заговорился. И заводы Волгобурмаш, ну, эти котельные, конечно, уже не обеспечивали, ну, потребности реально района. В общей сложности, вот было, прозвучало в сюжете, министр энергетики ЖКХ сказал о том, что 36,5 тысяч людей до сих пор обеспечивается теплом вот от этих теплоисточников. 36,5 тысяч людей, это, ну, в районе проживает 100 тысяч человек. То есть это больше, чем треть, это 36%, да, всего населения. То есть колоссальная цифра. Котельная Волгобурмаш, многострадальная, на которой установлены котлы 60-х годов, но она уже физически просто не справляется. Там и моральный износ, и физический износ. И вот просто благодаря, ну, самоотверженному труду, высокому профессионализму тепловиков, да, прежде всего, муниципальному предприятию инженерной службы, ну, и департаменту городского хозяйства, удалось подготовить ее качественно, да, то есть люди сделали все, что могли к этому отопительному сезону, но вместе с тем есть объективное ограничение, ну, как я сказал, да, в силу просто физического износа, прежде всего, котлового оборудования. И, конечно, в эту зиму, особенно с учетом того, что, ну, у нас такой серьезный минус, вот весь январь практически мы наблюдаем, конечно, обращений по некомфортному теплоснабжению мы фиксируем. Они у нас есть. Мы регулируем каждое такое обращение, но вместе с тем понимаем, что эта вот проблема, она все-таки носит системный характер, да, дело в старой котельной. Я каждому вот человеку, который там звонит нам, говорит о том, что у него, да, действительно сейчас... Где-то ведь даже значение температуры в квартире нормативное, да, мы же знаем, что по нормативам у нас 18-20 градусов. Но для нас, для большинства людей... Ну, 18, скажем так, холодновато. Это некомфортно, да. Особенно, если в квартире маленькие дети или старики. Это все понятно. То есть многие люди там вынуждены, допустим, в шерстяных носках где-то там ходить, вот в отдельные моменты, когда у нас там опускаются температуры. Да понятно, обогреватели включать. Обогреватели и так далее. Но нам действительно осталось потерпеть вот эту зиму. Более того, вот эта новая котельная, которая строится как раз в районе Игоровских домов на Пугачевском тракте, во-первых, она по своей мощности, она действительно обеспечивает, как Елена Владимировна сказала, стратегический запас на десятилетия вперед. Она не просто, скажем так, обеспечит качественное теплоснабжение, но совершенно другой просто будет уровень этого теплоснабжения. В тестовом режиме, если все будет хорошо, попробуем с нагрузкой подключить, коллеги, в начале марта. То есть еще пока не закончится топ-сезон, чтобы посмотреть, как она работает. Но в полноценном режиме, то есть полностью, конечно, планы это на будущее топ-сезон, сезон 23-24 годов. На сегодняшний день, возвращаясь вот к вашему вопросу, как проходит отопительный сезон, он проходит штатно, в принципе, как я сказал. У нас нет ту-ту-ту каких-то моментов, связанных с технологическими инцидентами и так далее. То есть благодаря, еще раз говорю, очень высокопрофессиональной работе коллег, ответственных за это, и оборудование котельных, и теплотрассы, проблемные участки были поменены, они были изолированы, воздушные участки. То есть проходят в штатном режиме, нормативные значения температурные выдерживаются, но понятно, что есть у людей пожелание, чтобы были не нормативные значения, а выше, чтобы было комфортно. Я знаете, о чем подумал, Алексей Александрович? Дело в том, что район-то строится активно, и вот эта котельная – это возможности для строительства новых домов, это запас вот как раз прочности, это запас мощности. Пожалуйста, строй новые дома, большие, красивые, современные, и подключай вот тебе, собственно говоря, все возможности. Кстати, вот по поводу домов, отопления и зимы. В районе, насколько я помню, действовало 15 управляющих компаний, если я ошибаюсь, поправьте меня. Как вы оцениваете вот качество их работы этой зимой? Ну, предварительная оценка зима, конечно, в разгаре. Да, зима в разгаре, тем более, вот мы до эфира общались и говорили о том, что, ну, по статистике февраль и март в Самаре самые снежные месяцы. Вот они еще впереди, поэтому мы, что называется, только готовимся к таким снежным дням, что называется. Все течет, все меняется, управляющих компаний уже у нас 21, вот, но, тем не менее, если говорить об основном жилищном фонде, то есть о крупных компаниях, то их порядка 7-8, это абсолютно управляемая история. Это компании, вот, которые, ну, скажем так, имеют в управлении 20 и более домов, они уже на рынке Куйбышевского района, ну, там, порядка 5 лет, то есть уже имеют опыт, имеют уже определенную свою репутацию. Проблем в взаимодействии у нас с ними нет. Если какие-то поадресно возникают вопросы, если где-то они что-то там проспали, то мы, конечно, ну, включаем определенные административные рычаги, выписываем предостережения, при необходимости направляем материалы в прокуратуру, но я хочу сказать, что здесь тоже в этом году, в принципе, все проходит в штатном режиме. Компании подготовились. Мы традиционно осенью проводили смотр и на уровне города, и отдельно на уровне района готовности к работе зимой, проверяли материально-техническое оснащение, обеспечение, это обеспечение кровельных бригад, в принципе, их наличие, обеспечение техникой. Если нет наличия, мы прекрасно понимаем, что, может быть, каким-то организациям действительно накладно иметь свою собственную технику, это же целая история, это надо содержать там и штат сотрудников. Ну, главное, чтобы были договоры соответствующие на привлечение тогда, когда это нужно. Вот по состоянию на сегодня, да, у нас вот начинается третья декада января, управляющие организации, в принципе, справляются. Были у нас ситуации, да, еще вот осенью 22-го года, тоже, по-моему, достаточно аномальная история для Самары, в этом году было порядка там четырех таких вот ледяных дождей, если помните. Да. Были нарекания, были проблемы, когда не совсем своевременно устранялись последствия, да, там обрабатывались противоглоледными материалами, но так или иначе прошли, я считаю, вполне удовлетворительно этот период времени. Дай Бог. Алексей Александрович, осталось совсем немного времени, и вот важный вопрос, который я ставил на конец программы. Как выстроена работа с семьями военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции вот в вашем районе? Важнейший аспект нашей работы, важнейший аспект нашей работы, и вообще сейчас, конечно, мы понимаем эту историческую значимость и высокую значимость для страны в целом, для наших людей вот этого времени. Семьи, которые, скажем так, члены, которые сейчас исполняют свой воинский долг, защищают рубежи нашей Родины, они под пристальным вниманием находятся. Мы знаем каждую такую семью, мы знаем об этой семье, ну, скажем так, все их потребности, находимся с ними в постоянной связи, у них есть все наши контакты, при необходимости любой вопрос бытовой, вопрос медицинского обслуживания, вопрос социального обеспечения, мы отрабатываем максимально оперативные сроки. То есть сейчас, сегодня для нас это главный приоритет в нашей работе, чтобы каждая семья, где действительно есть защитник Родины, чтобы у него, как говорится, душа не болела за то, что с его родными дома, чтобы мужчина был абсолютно уверен, что за его семьей, за его детьми, присмотрят, все будет в порядке, чтобы у него голова не болела, чтобы он полностью был сосредоточен на своей основной задаче. Вот мы делаем для этого все. Но я могу сказать, что просто вот в качестве примеров, допустим, в частном секторе где-то бывают вопросы, связанные там с содержанием этого дома, с ремонтом. Понятно, мужчина мобилизовался, необходима помощь, вообще не вопрос. То есть окажем помощь такую. Кому-то из членов семьи, еще раз говорю, нужна какая-то помощь по линии здравоохранения. У нас есть контакты и с Министерством здравоохранения Самарской области, и с главными врачами медицинских учреждений, тоже все в оперативном порядке. Алексей Александрович, к сожалению, время программы подошло к концу. Спасибо за беседу. В нашей студии был Алексей Коробков, глава администрации Кубышевского внутригородского района. Удачи и берегите себя. Спасибо, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова